Теория государства и права. Тема номер один. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Предмет теории государства и права. Место теории государства и права в системе юридических наук. При изучении данной дисциплины необходимо изучить следующие вопросы. Первый. Научность как принцип теории государства и права, сочетание общенаучной и частонаучной методологии в теории государства и права, взаимоотношение теории государства и права с основными гуманитарными науками. Второй вопрос. Место теории государства и права в системе наук, изучающих государственно-правовые явления. Третий вопрос. Функции теории государства и права. Исследовательско-познавательная, ориентирующая, воспитательная, прогностическая. Роль теории государства и права в формировании юридического мировоззрения и в становлении юриста-профессионала. Предмет теории государства и права. Каждая конкретная наука исследует строго определенную область познания, иначе говоря, имеет свой собственный предмет познания. Свой, не дублируемый другими науками предмет, имеет и теория государства и права. Предмет теории государства и права состоит из трёх сфер научного знания. Первая сфера предмета – основные и общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права. Вторая сфера научного знания, являющаяся предметом теории государства и права, – это государственно-правовые категории и понятия, общие для всех юридических наук, что называется юриспруденция, и юридической практики. Третья сфера научного знания – юридическая техника. Третья сфера научного знания – юридическая техника. Третья сфераinhos теории государства и права. Для познания теории государства и права применяются важнейшие принципы общеатеретического исследования государства и права. Принципы, то есть основные начала. Они входят в общее понятие методологии теории государства и права. Первый принцип – историзм, второй принцип – плюрализм, третий – объективность, четвёртый – универсализм, пятый – конкретность и шестой – материализм. Казахстанская наука использует такой всеобщий философский метод как метод материалистической диалектики. В других государствах могут использовать такие всеобщие методы, как метафизика или идеалистическая диалектика. Вторая группа методов – общие методы, логические приёмы. Они так называются, потому что логика является частью философии. И эти методы используют все науки, и естественные, и технические, в том числе и теория государства и права. К логическим приёмам, общим методам относятся анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, аналогия и другое. Третья группа называется специальные методы. Четвёртая группа методов познания государства и права. Называются частные методы правовой науки. Они так называются, потому что вырабатываются теории государства и права и применяются только юридическими науками. К ним относятся формально юридический, сравнительное правоведение и технико-юридический. А теперь охарактеризуем более детально логические приёмы, общие методы познания государства и права. Прежде всего, это такие методы, как анализ... ...и обобщение, восхождение к общему. Гипотеза, предположение. В юриспруденции гипотеза ещё имеет другое название. Это рабочие версии. Абстрагирование. И аналогия. Специальные методы научного познания, которые вырабатываются другими науками и используемые теорией государства и права, это такие методы, как статистический. Мы можем, например, провести опрос, кибернетический метод, конкретно социологический метод. Система юридических наук. Это первую группу из пяти представленных. Это историко-теоретические юридические науки. Они так называются, потому что изучают основные и общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений. К ним относятся теория государства и права, история государства и права и история правовых и политических учений. Вторая группа юридических наук называется отраслевые юридические науки. Они получили свое название так, как изучают общественные отношения, урегулированные нормами права самостоятельных отраслей. Межотраслевые юридические науки представляют третью группу в системе юридических наук. И они получили свое название, потому что изучают общественные отношения, урегулированные нормами права не одной какой-то конкретной отрасли права, а сразу нескольких отраслей одновременно. И они, эти общественные отношения, не урегулированы нормами какого-то отдельного самостоятельного кодекса, закона, как, например, отраслевые. А их общественные отношения расположены одновременно в нескольких отраслях права. К ним относятся криминология, например, такие науки, как правоохранительные органы, прокурорский надзор, организация правосудия. Четвертая группа юридических наук изучает зарубежные, государства и право. Предметом их изучения является формирование и функционирование государственно-правовых институтов, особенности структуры и содержания механизмов правового воздействия, применительно к иностранным государствам. Пятая группа юридических наук называется прикладные, специальные юридические науки. Особенность их заключается в том, что они изучают такие общественные отношения, где юридический аспект незначительный. Самое главное здесь – это отношения, не имеющие непосредственного юридического значения, а требующие специального знания. Такие науки, как криминалистика, судебная медицина, судебная психиатрия, юридическая психология и правовая статистика. Остановимся еще раз на историко-теоретических науках, которые образуют первую группу в системе юридических наук. Это, прежде всего, теория государства и права. Ее предметом являются основные и общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права. Во-вторых, это общие для всех юридических наук, правоведения и юридической практики, юриспруденции, понятия и правовые категории. И, в-третьих, это юридическая техника, то есть подготовка, опубликование нормативного правового акта, его применение, его толкование. Второй предмет, относящийся к историко-теоретическим наукам, это история государства и права. Особенность его предмета заключается в том, что он изучает не как теорию государства и права, основные и общие закономерности, а процесс возникновения, развития и функционирования конкретно реально существующего государства. И третий предмет, история правовых и политических учений. Его предметом является возникновение, развитие и функционирование правовых и политических теорий на различных этапах развития государства, таких как рабовладельческий период, феодальный период, буржуазный период нового и новейшего времени. Отраслевые юридические науки. Как было отмечено, их предметом являются реально сложившиеся общественные отношения, которые существуют в конкретном государстве и регулируются нормами права, закрепленными в действующем законодательстве, конституциях, законах, подзаконных нормативных правовых актах. К ним относятся такие науки, как конституционное право, административное право, финансовое право, уголовное право, семейное право, гражданское право, трудовое право, экологическое право. И другие отраслевые юридические науки, которые, как можно заметить по предыдущим, имеют самостоятельные кодексы. Межотраслевые юридические науки отличаются от отраслевых тем, что не имеют самостоятельного кодекса при регулировании изучаемых общественных отношений. Предметом изучения межотраслевых юридических наук являются однородные, то есть одинаковые общественные отношения, возникающие в сфере правового воздействия различных отраслей права. Такие науки, как криминология, правоохранительные органы, а также право социального обеспечения и другие юридические науки, имеющие только специальный юридический аспект, но не имеющие самостоятельного кодекса. Следующая группа науки, изучающие зарубежные государства и право рассматривают специфику формирования и функционирования государственно-правых институтов, особенности структуры и содержания механизмов правового воздействия применительно к иностранным государствам. В эту группу входят такие науки, как римское право. Оно сейчас не существует, но оно в XIII веке было заимствовано и усвоено 66 государствами, которые сейчас относятся к континентальной Европе, к Латинской Америке, и они основываются на римском праве. Вторая наука, которая изучает зарубежные государства и право. Прикладные специальные юридические науки, они прежде всего акцентируют своё внимание на специальной сфере знания, не имеющей юридического аспекта. И здесь при изучении юридический аспект имеет незначительное влияние. Это такие науки, как криминалистика, наука такая, как судебная медицина, судебная психиатрия, юридическая психология и правовая статистика. Предметом их изучения являются юридические аспекты общественных отношений, не возникающих в сферах, не имеющих непосредственного юридического значения. Рассмотрим вопрос функции теории государства и права. Прежде всего, надо обратить внимание, что такое функция. С латинского означает исполнение, но чаще употребляется в науке как обязанность, круг деятельности, назначение, роль. В данном случае мы будем понимать под функциями теории государства и права... Первая функция онтологическая, познавательная. Выполняя эту функцию, теория государства и права отвечает на вопросы, что есть государство и право, как и почему они возникли, что они представляют собой в настоящее время, каковы перспективы их развития. Вторая функция гносиологи, практика управленческая, практически организаторская. Прежде всего, выражается в выработке рекомендаций для решения проблем государственно-правового строительства, особенно в современный сложный переходный период. Следующая функция гносиологическая. Гносио, я познаю, то есть познавательная. Выполняя эту функцию, теория государства и права вырабатывает теоретические конструкции и приёмы, способствующие развитию правового познания. Следующая функция – политика управленческая. Выражается в выработке рекомендаций для решения проблем государственно-правового строительства, особенно в современный сложный переходный период. Следующая функция – эвристическая. Эвристика как искусство нахождения истины. Новых открытий сущность этой функции заключается не только в познании и объяснении государственно-правовых явлений, но и в открытии новых закономерностей, в частности, в условиях рыночной экономики. Следующая функция – идеологическая. Теория государства и права аккумулирует и приводит в систему все идеи о государстве и праве, создаёт научную основу для всех других юридических наук при формировании общественной и индивидуальной правовой культуры, воздействует на правосознание субъектов права на регулирование общественной жизни. Следующая функция – методологическая. Выполняя эту функцию, теория государства и права формулирует идеи и выводы, используемые юриспруденцией в целом и правоведением. Её категории – это предельно широкие понятия, принятие прогностическое. Сущность её заключается в выдвижении гипотез, рабочих версий, развития государства и права. Научно обоснованные прогнозы будут мысль, придают уверенность в действиях даже тогда, когда осуществляются не в полной мере. Продолжение следует...